девчата доброе утро сегодня на улице пасмурно смотрите какой парк зеленый и пух вовсю просто летает у меня по балкону аллергия вообще у меня задыхались но попытаюсь вам и как летает пух попытаюсь вам снять коротенькое видео про такие пады я продолжаю серию где я перебираю все свои категории продуктов ухода косметики и просто пытаюсь разобрать что люблю что не люблю что и стекло и срока что нужно закончить что нужно например понять не покупать ближайшее время а закончить то что есть в общем это такой знаете разбор перебор и фавориты все в одном вот я себе заварила вкусный кофе и будем вместе пить кофе и и болтать в общем как вы думаете столько банок иметь просто падов это пады для лица вы себе представляете это о чем говорит что я огромный фан падов это очень удобно это вот такие вот баночки которые ты открываешь и там внутри влажные пропитанные каким-то средством диски да и вот тут средства бывают разные например и такое сарекс это увлажнение это просто как тоник увлажняющий смягчающий успокаивающий тоник вы уже пропитанном диске это очень удобно я очень люблю пады у меня есть вообще все категории я сейчас с вами поделюсь всем что нравится что не нравится какие фавориты нам идея в чем идея в том что я всегда их рассматривала как что-то очень удобное для поездок да вот из собой взял такой и все там уже пропитанные диски ты достал протер лицо и выбросил но как оказалось каждый раз когда я куда-то путешествую я их не беру с собой почему потому что у всех у них коробки достаточно увесистые и тем более внутри эти все салфеточки они пропитаны жидкостью и сама коробка очень тяжелая и получается например ты куда-то летишь там не знаю на 5-6 дней ты берешь вот такое коробище ты из нее используешь 5 тоненьких ватных не даже не ватных а ну такие они больше час чаще тканевые а остальное всю коробку должен вести туда и ты должны ввести обратно но вы понимаете поэтому я чаще всего их не беру с собой и получается такой тупик я их как бы дома не использую но стараюсь реже использовать для того чтобы брать с собой в поездке а в поездке не беру потому что эти коробки они тяжелые и вот такой парадокс поэтому я сейчас хочу пересмотреть это дело и просто достать и пользоваться тем что люблю ежедневно но на ежедневные 100 и чтобы побыстрее это все закончить потому что они мне большинство этих они открыты они со временем если просто долго лежат они засыхают и все и дальше это все потерянное время деньги и так далее ну что давайте приступим я все разделила по категориям это у меня два из категории увлажнения и вот этот у меня открыт в пользование такое срx мне очень нравится такое увлажнение и успокаивание скажем так кожу и вот его аналог по моему корейский или японский покупала в в киеве но этот я еще не открывала так как стараюсь быть ответственной когда мне закончится вот эти увлажняющие я открою вот эти на ногти мои не обращайте внимание не уже отросшие боже мой просто не нахожу время записалась на завтра утром на окошко хочу что нейтраль не за спокойно и не удава короче посмотрим вот эта категория успокаивающих таких увлажняющих вот эта категория кислотные вот это дерма и ипады кислотные с фирулевой кислотой ресвератролом и молочной кислотой и такое срx очищающие пады с бичей это было у парк что эти у меня еще не открыты это очищающие кислотные и вот эти кислоты которые мои фавориты очень многих лет не очень бил и именно самые сильные из этой линейки это лимон лимон и винные по моему вот эти мои две категории самые любимые но вот лимон они самые такие ядерные если вы не новичок в кислотах то это прямо видите тут даже написано что это advanced treatment но они реально сильные дерма и открывал она пользовалась только пару раз еще особо ничего не могу сказать и к срx еще не открывал а вот эти не очень это мои фавориты многих лет дальше переходим и сдавайте сюда это из очищения от высыпаний прыщей и угрей подростковая тема это я покупала своему сыну и сама иногда пользуюсь это street x максимум максимум стран и это desert essence street x мы еще не открывали он без алк без спирта чтобы не пересушивал но он очень хорошо должен начать это прям такой лидер мировой но мы ничего не пользуюсь заканчиваем сейчас эти desert essence с экстрактом чайного дерева который очень классный хорошо как бы очищает кожу подсушивает высыпания но не пересушивают все лицо поэтому эти могу рекомендовать те еще не знаю и категория сужение пор очищили как бы тоник который очищает кожи сужает поры и здесь сейчас будет просто ту матч информейшн как говорится него джен рил чаркул под я ими пользуюсь активно но не могу сказать что фаворит такой окей нормально вот не уже вот эти кислоты я прям вижу но это прям есть разница тут я не могу сказать что я вижу какую-то явную разницу они с типа с экстрактом угля они прямо черного цвета но мне кажется это больше такое больше как бы было в свой нежели что-то действенное к срx это тоже для очищения пор но я ими тоже еще не пользуюсь еще не открывала чтобы не засыхали и две категории которые меня в активном пользе которые вы будете смеяться знаете кто мне советовал это мне советовал врач который принимал у меня роды и да мне их советовал врач в америке где который принимал у меня роды еще с первыми со вторым ребенком потому что у них в америке в палате тебе после родов дают все что тебе нужно но там для ухода да и всем роженицам в палате дают вот эти доктор диккенсен звучит резал пады и вот эти то есть вы чрезал это два производителя того же самого это пада пропитанные я всегда забываю как это называется по-русски но я найду перевод и поставлю это средство которое сужает поры и сужает сосуды и знаете ли чего эти пады в ванной находится пост для всех рожениц в палатах в американских домах для того чтобы их скручивать вот так как жгутик и подкладывать ссорить за детали под прокладку под короче короче в попу вот но не вы а на я не знаю как это вам объяснить ссорить за детальную информацию может кому-то из вас это поможет вот так достаете берете несколько таких падов вот так скручиваете вот такой вот жгутик и его реального так прикладывайте к месту где может у вас быть геморрой после родов до расширенные сосуды какие-то геморройные начинания или даже для профилактики геморроя вот во время родов и после родов вот это вот вот так ну как бы вкладываете она там все держится и потом дальше девайте свои прокладки трусики белье все такое но вы знаете после родов вы еще там не знаю неделю ходите с этими всеми большими прокладками трусами ссори за такие подробные детали но знаете мне кажется но кто если не мы девочки будем делиться какими-то находками какими-то советами секретами и но знаете сейчас мне пофиг то что подумает но если хоть одна из вас из этой информации сможет для себя что-то полезное взять что я буду очень рада короче я с ними познакомилась в роддоме я к чему что я их использовала по надобности по которой мне медсестры и врачи рекомендовали и это суперская вещь а потом по мне у меня просто я их купила себе и использовала потом дома для этот он это это падай для лица это падать лица которые очищают кожу сужают поры сужает сосуды поэтому просто я вам сказала еще одно такое секретное их применение которым я узнала в роддоме в америке но я их использую лица и это прям суперская штука так что вот эти два это мои фавориты для лица и не только кому из вас девчат рожать в общем берите на нам от мотайте на ус вот это я еще не открывала вот эти не могу сказать что фаворит вот примерно такой у нас обзорчик падав мне жаль что они многие из них открыты не просто лежат и ждут своего часа как я уже вам горела для поездок для путешествий а потом окажется что в поездке я их не беру потому что ну реально ты в этой поездке используешь вот столенько а вот эту банку ты должен но вести с собой туда вести с собой обратно поэтому вроде бы формат удобный для поездок но в реальности удобнее пользоваться дома поэтому сейчас я вот пересмотрела свои взгляды на это и буду использовать дома и наслаждаться не держать чтобы не высыхали ссори у меня аллергия дикая я сейчас пью три разных препарата для противоаллергии и пропиваю курс детокса организма очищения надеюсь что что-то из этого поможет все девчат я напиваю свой вкусный кофе и сейчас приступлю снимайте видео про новинки в парфюмерии и про то что я себе купила из косметики в америке в поездки в вашингтон целую пока